Дата, которую нельзя забыть и вычеркнуть из истории нашей страны. 15 февраля исполнится 31 год со дня полного вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов-афганцев эта дата одновременно праздник и день памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах. За 10 лет Афганской войны погибло более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Сегодня в Муравленко проживают 83 участника боевых действий в Афганистане. С одним из них встретилась Анастасия Попова. Это колька он переслужил. То есть ему надо было увольняться осенью. Мы в августе зашли и он с нами служил до февраля. То есть переслужил полгода. Он вожатый мресок, минорозыскная собака. Каждого своего сослуживца Николай Горбенко помнит по имени. С некоторыми из тех, кто сейчас улыбается с фотографией 30-летней давности, они поддерживают связь по сей день. Их связала военная служба. Афганистан стал серьезной школой жизни для 19-летних парней, которые проходили службу в провинции Тахар. Они шли в Афган не ради наград и славы, а выполняли интернациональный долг. Местные жители относились. Вот колонна, когда наша заходила, они показывают. Вот на юг. Ну, в Афганте пойдете. Перегородили дорогу со школ, с магазинов. Все повыскакивали. На броню давай кидать. Арбузы, дыни. Привыкали ко всему. К жизни в палатках, к жаре под 50 градусов и изнуряющим боевым вылазкам в горной местности. Если в горы закидывают, ночью где-то минус 5, минус 10. Изморость вот такая. Ну, изнутри палатки. Ну, днем сороковник. Так классно. Живности очень много. Сегодня об Афганистане Николаю Горбенко напоминают фотографии, сделанные 31 год назад. Его фотоархив представлен на выставке в музее «Афганистан болит в моей душе». С 9 февраля в музее действует выставка «Афганистан болит в моей душе», которая была посвящена 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Условно, она разделена на 4 блока. Первый блок – это знакомец с Республикой Афганистан, с ее замечательными архитектурными сооружениями. Второй блок знакомит с началом боевых действий в Афганистане, начиная с лидеров Апрельской революции. В третьем блоке экспозиции посетители могут ознакомиться с экспонатами, которые проводят параллель между мирной жизнью и событиями, которые происходили в 80-е годы в Афганистане. Прикоснуться к истории того времени и посмотреть выставку может любой желающий до 29 февраля включительно. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, Новости, Муравленко. Прикоснуться к истории. Субтитры создавал DimaTorzok